Ребят, всем привет! Сейчас будет новость, которую, может быть, кто-то давно ждет. Или хотел ее давно. Для кого-то она, может быть, будет неожиданной. Но дело в том, что я вынужден вам сообщить, что я покидаю команду на спорте. Привет, друзья! Это Егоров. И лежа в этом прекрасном гамаке, я спешу передать вам новость о том, что Александр Текила ушел из на спорте. И вот его заявление. После объясню, что же случилось. Предположу точнее. что я покидаю команду на спорте. Очень печальная новость. Я даже подавился яблочком, поэтому голос не окреп мой. Но! Я хочу напомнить, что ставки лучше всего делать на Бэтбум, потому что это партнер Броуков, партнер мой и лучший букмекер по версии премии спорта России. Есть прекрасное предложение у Бэтбум. Делайте ставки на матчи РПЛ и команды, на которые вы поставили. Если она будет вести с разницей в два мяча, то ставка будет автоматически засчитываться как выигрышная, друзья. Поэтому по ссылке в закрепленном комментарии вы попадаете на Бэтбум, регистрируетесь и получаете удовольствие. Это решение далось мне нелегко, потому что, сами понимаете, я целый год принимал участие в команде, топил за нее, привык ко всем. И я обдумывал достаточно долго это решение. Но есть ряд причин, по которым я не могу продолжить свою деятельность в команде на спорте. Об этих причинах, может быть, когда-нибудь мы поговорим, но не сейчас. Сейчас я хотел бы выразить большую благодарность всем тем, с кем я встречался на поле и вне поля, с футболистами, с администраторами, с тренерским штабом, с руководством, с нашими болельщиками. Это было прекрасно. Поэтому спасибо вам большое. В каком статусе, да и вообще, буду ли я во втором сезоне МФЛ, я не знаю. Может быть, а может быть и нет. Я обязательно вам сообщу. Всем пока. Ну а теперь о том, почему Александр Текилу ушел. Я просто коротко поразмышляю. Есть у меня, друзья, подозрения, что изначально, когда задумывалась команда на спорте, там еще не было таких бюджетов. И Александр сам неоднократно намекал на это в различных интервью, что огромные финансовые потоки, которые привлечены были от спонсора, от компании, вы сами знаете, какой, были, ну, в общем, он этот сделал контракт. Ну, как-то он представил, видимо, какой-то определенный проект с привлечением Милохиных, Олегов в Майами, тиктокеров и всех остальных для того, чтобы получить значительную сумму денег. Ну, как все это делается? Это достаточно просто. Логика Винлайна здесь понятна. Им нужно было забрать аудиторию тиктока, забрать аудиторию ВКонтакте, забрать аудиторию Инстаграма. И вместо того, чтобы просто подписывать каких-то амбассадоров, ну, вот, допустим, вот сколько будет стоит подписать Милохина, чтобы он снялся в сторис. Ну, очень дорого. А здесь произошло такое замещение, вроде как под интересный проект ты ребят привлекаешь, футбол-то интересный проект, всем интересно порубиться, плюс еще кто-то футболисты, но при этом они как будто бы становятся твоими амбассадорами и снимают тиктоки в твоих майках, играют в мячик, это все разлетается. В общем, идея хорошая и стоила она очень и очень и очень и очень дорого. И реально, бюджет на спорте, я думаю, вот в этом сезоне МФЛ был, наверное, раз в 20 больше, чем у броков. Ну, может, в 10. И мы же не вправе критиковать этих ребят. Наоборот, все было сделано четко. Я думаю, что Александр Текила был как раз тем звеном, который этот контракт сделал. И я думаю, что Александр Текила с этого контракта зарабатывал очень хорошие деньги. Ну, я думаю, тоже примерно, если брать доходы от команды, раз в 20 больше, чем руководство броков. Но ситуация-то изменилась после определенных событий. Тикток стал уже не столь актуален. Инстаграм тоже не столь актуален. Все эти тиктокеры разошлись по большей части. Ну, а на Ютубе эту работу наладить как-то не получилось. И здесь дело даже не в деньгах. Просто в команде на спорте еще образовалась определенная двоевласть. И все-таки команда по-прежнему принадлежит Льву, у которого свои интересы. Но и влияние Александра и других медийных персон, таких как Дима Тарасов, как Олег Майами, как Володя XXL, как тот же Саслан, оно тоже это влияние, насколько я понимаю, росло, 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 росло. Все мы вспомним, допустим, историю с Крапом, который вроде как хотел получить одну сумму денег, в итоге она ему не досталась. Я думаю, что что-то такое могло произойти и дальше с Александром и другими ребятами. И так как ценность именно проекта на спорте, самого проекта на спорте на данный момент не так высока, так как ценность текилы в МФЛ и даже Олега Майами, опять же Дима Тарасов, Володя XXL наоборот высока, то я думаю, ребята, такие как Саша и другие, просто в один момент взяли, да и захотели создать собственную команду. И я не удивлюсь, что появится ФК-напиток, ну, например, ФК-напиток, где будет много всяких медийных персонажей совсем скоро, возможно, даже на МФЛ, а может и нет, которая будет приковывать к себе внимание, игроков, которые мы будем называть с ничами, и, конечно, Александра Текила и все остальные, даже Володя XXL, никуда от нас не денутся. А вот что же будет с проектом на спорте? Вот представим, что сейчас там остался Лев. Даже Саслана не будет, потому что я слышал, что Саслан хотел под сильных игроков, большие премиальные, которые Лев не мог себе позволить. С кем останется Лев? Вот непонятно, потому что команда-то была больше уже Текила, и Текила есть все возможности, чтобы игроков этой команды забрать с собой. Поэтому выход-то из ситуации какой? Да никакой. Есть подозрение, что проект у нас портит, постепенно приходит конец, что очень печально, потому что с бренд уже сформировался. Да, не сформировалась какая-то идея, потому что гнались за цифрами по большей части. Не сформировался пул болельщиков, сформировался образ хейта. Я думаю, что как раз в том числе и Текила думают о том, что сейчас под своим брендом он начнет все заново. Примерно такая информация, друзья. Так что узнав об уходе Текилы, не отчаивайтесь. Я бы тоже, конечно, что предложил Володю XXL перейти в броуки, потому что никогда не скрывал, что он мне нравится. Но я думаю, что на данный момент это делать бесполезно, потому что Володя будет в команде Текила. Но я думаю, что и для МФЛ, если команда Текила вдруг создастся, нет ни одной причины, ну ни одной причины, чтобы эту команду не заявлять. Это ведь не лампа в МКС, а проект для привлечения внимания. Но это все мои мысли, друзья. Это все мои мысли. Давайте просто еще раз послушаем грустного Александра Текилы и на этом скажем пока. До встречи, Саша. До встречи всем вам. Ну да, друзья, я хотел бы напомнить, что у нас совсем скоро игра Софа Корома, где будут играть все медийные футболисты, в том числе выйдет на поле Лиса, выйдет Игорь Знабихин. К сожалению, не поверите, Георгий Плюсенко, у которого на данный момент травма. Возможно, я вышел бы и пробил какую-то пенгочку, но, к сожалению, я не в заявке. Но еще, конечно же, Николай Юрьевич Ларин сыграет в матче с Ромой. Я думаю, вы сами можете погуглить, кто это, понять, насколько для него эта игра очень важна. Насколько важна, но важна очень. Вот так. Пока.